Хорошо, так. Будем идти вперед. Значит, вот смотрите. Понятно, почему все-таки эта матрица является матрицей именно систематического кода. Если ее записать в таком виде, сначала блок, который является единичной, то эта единичная матрица не изменяет информационный блок, который находится на входе кодера. И поэтому первые К символов, мы их обозначаем С с ноликом, С1 и так далее, как элементы кодового слова. Они же равняются У с ноликом, У1 и так далее. То есть они никоим образом не трансформируются. Целиком информационный блок остается неизменным в кодовом слове. А вот эта часть, которая здесь на этом слайде красным цветом закрашена, Это проверочная, так называемая, часть нашей порождающей матрицы. Она образует комбинации, линейные комбинации. Вот эти вот столбцы образуют линейные комбинации из информационных символов. И они-то и будут являться проверочными символами. Ну вот посмотрите, например, мы берем вектор, для нашего случая, как раз кода 7.4. На входе имеются символы У с ноликом, У1, ну до У3. Это вектор строка, подчеркиваю. Мы как перемножаем теперь матрицы. Эта строка умножается на столбцы матрицы Ж. Последовательно, правильно? Ну а тогда мы получаем У с ноликом на Ж с ноликом. Здесь Ж с ноликом, это по сути дела вся строка. Ж с ноликом это вектор. А У с ноликом это элемент поля. Ну например, для двоичного это будет или ноль, или единица. И тогда вырезается или не вырезается первая строка. Она складывается или не складывается со второй строкой в зависимости от коэффициента, который будет перед второй строкой, вторым вектором Ж1. И так далее. Вот это линейная комбинация и образует теперь в целом кодовое слово, как линейная комбинация уже известных кодовых слов. В матрицу порождающую, еще раз подчеркиваю, входят кодовые слова. Вот это первое кодовое слово, это второе. Всего здесь четыре кодовых слов, из которых можно сформировать 16 различных комбинаций. И соответственно с этим и будет 16 слов у такого кода. Сама размерность кода, но размерность считается К, вот это число 4. Называется размерность. Так, число кодовых слов 2 в четвертой степени, если код двоичный. Ну мы тут как раз и рассматриваем с вами пример двоичного кода над полем F2. Над полем F2. Так, взяли ожидание. Все у нас присутствуют. Так, все присутствуют. Ну вы видите, здесь ничего сложного нету. Если мы говорим о самой порождающей матрице. Она очень легко в этом случае формируется. Вся проблема, чтобы создать более или менее более или менее удачный линейный код, нужно как раз позаботиться о том, чтобы правильно сформировать вот эту красную часть проверочную. именно она будет определять в этом случае кодовое расстояние. А кодовое расстояние, в свою очередь, будет определять, сколько ошибок может данный линейный код обнаружить и сколько их исправить. Ну, например, если кодовое расстояние равняется 5. Кто мне скажет? Кодовое расстояние равняется 5. Сколько может код обнаружить ошибок? Кодовое расстояние – это минимальное расстояние Хеминга, напоминаю. Так, дистанция. Иногда обозначает D минимум, минимальное дистанции, расстояние. Никто не скажет. При D равном 5 сколько обнаружить может кодовое расстояние? Никто не скажет. Ну, это будет означать только то, что вы, когда идете на занятия, не смотрите, а что там было раньше. Так, что было раньше. То есть, что предшествовало. А теперь вот пример как раз я сразу привожу тут кода Хеминга. Пример. Если задавать вот такие вот четырехбитовые двоичные числа, то мы легко при помощи вот той самой матрицы, которую на предыдущем нашем слайде находим и кодовые слова. Это работа кодера. Кодер умножает тот самый блочок, который называется месседж, как вектор строка длины к. К у нас равняется четырем, еще раз подчеркиваю. Умножает на нашу матрицу. И тогда первые четыре символа, вы видите, первые четыре символа для всех этих блоков остаются неизменными. Такими же, как и месседж. Вот эти четыре символа везде будут совпадать с месседжем. Сообщение. А вот уже три последние и будут являться линейной комбинацией символов, которые мы обозначаем как месседж. Это сейчас пример кода Хеминга 7.4. А вот каким образом мы, собственно, определяем код Хеминга и как он строится, это у нас впереди с вами. А здесь просто пример. Вот каждый такой блочок, а всех этих блочков по четыре бита, если двоичный символ и код двоичный, их будет шестнадцать. Правильно? Обязательно входит слово все нули. И тут оказывается, что входит в этот код на следующем слайде, если мы посмотрим, и слово все единицы имеется. Вот видите, вот самое последнее слово, пятнадцать, под номером пятнадцать. Это слово, у которого проверочные символы тоже все единицы. Значит, самый информационный блок все единицы и проверочные у него тоже будут единицы. Это вам нужно будет доказать в первом задании. Я буквально сегодня разошлю первое задание по домашнее задание, которое вы будете решать по кодам Хеминга. Вы должны будете доказать, в задании это ставится вам задача, доказать, что любой код Хеминга содержит такое слово, которое у нас обозначено под номером пятнадцать. Вот эти циферки, номер, например, что такое девять? Девять – это десятичное число. Правильно? А в двоичной форме месседж мы его записываем как единичка, два нуля, единичка. Также четыре и так далее. Тринадцать. Это все числа десятичные, а месседж есть двоичная запись этого десятичного числа. Четырех разряд на Я. Подчеркиваю. Ровно четыре разряда. Здесь они начинаются с нуля, заканчиваются единичкой. Вот. Таким образом мы и строим код. Значит, чтобы построить все множество шестнадцати кодовых слов, мы это делаем легко, перемножая вектор на входе, или вектор, который умножается на матрицу Ж, и получаем таким образом кодовые слова. Поэтому алгоритм, который мы написали, С равняется У, умноженное на матрицу Ж, это и будет алгоритм кодирования. Это и называется алгоритм кодирования. Поэтому и матрица порожающая, порождающая матрица, она так и называется, матрица, которая образует все слова кода. Одновременно она используется для кодирования, как алгоритм кодирования. То есть мы этот вектор умножаем на матрицу Ж, получаем кодовое слово. Здесь все понятно? А вот это свойство вам придется доказать. Вы можете, кто делает там записи, а я очень рекомендую записи делать. Нужно доказать, что любой код Хеминга имеет такое слово. Если у него длина N, то обязательно будет слово, которое содержит ровно N единиц. Ну а теперь, собственно говоря, что это такое придумал Хеминг в 1950 году. Как он определил свои коды, которые носят его имя. Вот определение, выяснение. Значит, 1950 год как раз появилась его статья Хеминга. И он же в этой статье, так же как Шенон в своей статье ввел понятие меры количества информации, так Хеминг ввел понятие метрики, с которой в последующем, и она до сих пор успешно работает, эта метрика. Это в неком энмерном пространстве вводится метрика, как расстояние между векторами. Мы это уже с вами говорили на прошлом занятии. Я не буду это повторять. Эта метрика называется метрика Хеминга. Она как раз и была введена в этой статье. И здесь было дано вот для двоичных кодов как раз параметры таких кодов, которые получили название кода Хеминга. Длина двоичного кода Хеминга всегда определяется степенью двойки без единиц. Степень двойки без единиц. То есть мы записываем два в степени м без единиц. Мы скоро поймем происхождение вот именно такой длины. И вот в соответствии с этим если мы задаем м то сразу автоматически определяется только одним только м определяется и к и н и к определяется и н только одним значением м потому что к определяется как разность между н и м вот задаем м равное 3 и автоматически вот этих из этих двух цифр н равняется 20 м минус единица а к н минус м мы получаем код 7 4 м 4 получаем код 15 11 м 5 соответственно 31 26 и так далее е мы также с вами дальше поймем что кодовое расстояние кодов хемминга независимо от того какие у него параметры всегда строго равняется 3 д мы обозначаем кодовое расстояние для двоичного кода маленькой буковкой д оно равняется 3 это будет означать автоматически сразу что он может обнаружить такой код и кодовые слова соответственно для этого используются обнаруживается при его обработке две ошибки а исправляется это количество т одна ошибка значит это код который одиночные ошибки только и исправляет и он конечно считается самым слабеньким но слава богу лиха беда начала как говорится вот с этих кодов хемминга все и началось а есть другой класс который произошел из кодов хемминга и он считается наоборот наиболее сильным а сам код хемминга это самый слабенький с точки зрения его корректирующей способности всего одну ошибочку он единичную ошибку и может корректно исправить t равняется единичке главная идея теперь построение кода хемминга код хемминга с методологической строится при помощи удобней нам скажем так хотя мы можем и ту и другую форму использовать но удобнее строить код хемминга следующим образом при помощи проверочной матрицы H проверочная матрица H всегда имеет если мы берем n равное 2 в степени m без единицы и k определяем вот таким вот образом проверочная матрица будет иметь ровно n столбцов и ровно m строк проверочная матрица строго имеет m вот это вот самая степень истока строк имеет проверочная матрица в нашем случае для нашего примера кода 7-4 будет 7 столбцов у проверочной матрицы и 3 ровно строки так вот идея очень простая если в каждой строке отвечает определенный разряд двоичного числа то мы видим столбцы это трехразрядные двоичные числа столбцы матрицы трехразрядные двоичные числа сколько всего таких чисел трехразрядных 2 в степени 3 правильно любое число трехразрядное оно всегда находится в промежутке от 0 до 2 в степени m 2 в степени 3 в нашем случае без единицы то есть до 7 то есть максимальное число которое здесь в столбец может быть вписано это какое число десятичное записанное в двоичной форме какое максимальное трехразрядное где будет все единицы все единицы то есть что это за число десятичное ну три единицы это что за число это семь число семь правильно три единицы это число семь а четыре единицы это число какое пятнадцать пятнадцать ну и так далее и так далее поэтому вот смотрите значит если вычеркнуть блочок который содержит три нуля это число ноль то остается у нас ровно сколько семь то есть два в третьей степени без единицы числях вот все ненулевые числа их ровно семь мы и записываем в столбцы матрицы А в принципе если эти столбцы как угодно расположить мы получаем не систематический код Хеллинга а если мы его упорядочим запись матрицы H таким образом что справа будет стоять единичный блок единичной матрицы справа то есть предположим нижняя строка означает младший разряд младший тогда первое число что означает 1 1 0 что это за число младший разряд снизу 1 1 0 что это за число скажите это двоичное число которое в десятичной форме это число 6 совершенно верно а 0 1 1 3 совершенно верно вот если мы возьмем теперь расставим последние числа как 4 2 и 1 правильно мы получаем строго вот это число 4 правильно в десятичной форме а оно записано как 1 0 0 потом число 2 и число единичка блок справа и будет 4 2 1 тогда мы получаем матрицу которая называется матрица хеминга проверочная систематического двоичного кода систематического а вот эти вот уже красные наши столбцы мы их можем переставлять как угодно и они будут давать они будут давать просто эквивалентные коды которые будут обладать точно такими же свойствами но только каждый из них будет давать свой собственный код сколько перестановок из четырех столбцов мы можем получить 4 факториал правильно 4 факториала а 4 факториала это число такое 2 на 3 6 и на 4 24 правильно вот 24 сразу даже для этого маленького кода разных вариантов мы можем с вами придумать а если блок не систематический то таких перестановок будет сколько уже 7 факториал а 7 факториал это сколько это уже много правильно это 5000 там 40 примерно 7 представьте себе что разных только самых маленьких кодов которых мы начинаем 7 4 и то их уже будет разных кодов подчеркивать будет 5000 вот поэтому вот эта идея которую мы должны с самого начала четко усвоить все они должны быть различны но выписали все не нулевые числа все не нулевые и тогда число этих столбцов будет строго равняться 2 в степени m без единиц вот чем определяется длина теперь самого блока кодового слова n маленько означает длина кодового слова а k уже тут является производной величиной из n мы должны вычесть m степень вот эту и тогда мы получаем сколько у нас может быть на входе кодера информационных символов информационных символов так чтобы матрица же имела уже 4 столбца в нашем случае 4 строки извините 4 строки ну а теперь вот свойства такого кода который у нас и называется кодом хемминг идея еще раз подчеркиваю очень простая берем матрицу h проверочную строим при помощи различных столбцов длины m где m как раз и будет вот эта самая степень двойки которая используется для определения длины известна теорема она легко доказывается вы посмотрите ее в учебном посуде теорема о минимальном о кодовом расстоянии собственно говоря называется так как она звучит что линейный блочный код всегда имеет кодовое расстояние d тогда и только тогда когда ровно d минус один столбец матрицы h проверочной является линейно независимым вот а ровно d столбцов матрицы той же самой будут линейно зависимыми если мы опять обратимся ну например к тому же самому коду который только что мы рассматривали так вот 7.4 то вот смотрите сколько тут линейно независимых столбцов у матрицы h для кода 7.4 если мы сложим два столбца мы получим обязательно какой третий отсюда же правильно это будет означать что два столбца линейно независимы а если взять три столбца сумма двух столбцов обязательно даст третий а значит сумма трех столбцов определенных уже не просто произвольных а вот например здесь если я возьму первый столбец так плюс второй то он какой даст мне первый плюс второй даст столбец пятый правильно ну просуммируйте вот это столбец первый и второй вы получите число пять в первое здесь вот из черных столбцов правильно вернее число четыре получается нет подожди число пять вот он последний ну ясно да если один один ноль вы складываетесь ноль один один вы получаете один ноль один то есть вот это вот число которое у нас равно числу пять всегда все и всегда два столбца линейно независимых в сумме два столбца если бы они совпадали они бы в сумме дали ноль и тогда было бы два столбца линейно независимых идея понятная раз это так это можно обобщить конечно на любые уже коды с м4 5 и так далее и любой тогда код имеет строго определенное расстояние согласно этой теореме а именно кодовое расстояние будет равно трём а это будет означать что любой код может обнаружить любой код Хэмминга какой бы ни было может обнаружить ровно две ошибки до двух то есть одну или две и исправить только одну ошибку только одну ошибку это самый как говорится простенький код более того одним из его свойств изначально и как раз это понятие ввел сам Хэмминг что код Хэмминга относится к классу исправляющих единственную ошибку кода совершенным кодом он относится к классу совершен код это совершенный код сам Хэмминг с моей точки зрения ввел не очень удачный термин совершенный код что он означает код называется совершенным если если у него так называемая граница сферической упаковки так сказать со знаком равенства находится так вот сейчас мы тут уже декодирование рассмотрим perfect код совершенный код код называется совершенным если выполняется следующее свойство вот обычно мы пишем вот это свойство записывается таким вот образом вот это свойство так что называется граница сферической упаковки если мы возьмем подсчитаем при помощи суммы числа сочетаний происхождение количество ошибок кратности 0 кратности единица кратности 2 и так далее и доходим до кратности t то вся эта сумма возможных ошибок векторов длины n для двоичного кода подчеркиваю для двоичного не превышает 2 в степени n минус к меньше или равно 2 в степени n минус к эта граница легко доказывается книжки это вы можете прочитать так вот если мы теперь возьмем именно тот код который мы с вами сейчас рассматриваем код Хемминга то количество ошибок t будет единичка и тогда вместо всей этой суммы остается только два слагаемых единичка плюс c из n по единице число сочетаний из n по единице кто скажет чему равно число сочетаний из n по единице 3 ну если n стоп а n у нас сколько ну n короче равняется n правильно число сочетаний молодец число сочетаний из n по единице строго равно n тогда мы получаем единица плюс n не превышает чем 2 в степени n минус k n минус k у нас равняется m по определению же так у нас получается строгое равенство здесь получается n вот эту единицу мы переносим в правую часть строго равно будет 2 в степени m минус единица правильно и таким образом код хеминга относится к классу так называемых совершенных кодов это будет означать что сферы декодирования упаков все пространство кодовых слов покрывает все сферы декодирования то есть во все сферы декодирования обязательно попадает ну один элемент с одной ошибкой так хотя термин такой вроде бы красивый что код такой является совершенным на самом деле для практики это все ровно с точностью да наоборот потому потому что такие коды для исправления ошибок исправлять эти ошибки нельзя они корректно работают только в одном случае а именно если ошибка которая произошла с этим кодовым словом ровно одна тогда код работает декодер работает корректно а если произошло две ошибки декодер будет размножать эти ошибки произошло три ошибки размножение будет еще более губительным и так далее и с точки зрения исправляющей способности код который относится к классу совершенно в этом случае выполняется вот именно называется это граница сферической упаковки так называемой все без исключения искаженные слова попадают обязательно в сферы декодирования обязательно значит любое слово обязательно будет что появляться на выходе декодера и такой декодер будет называться полным декодером значит для кода Хэмминга декодер является полным то есть любое слово сколько бы ошибок у него не произошло будет на выходе обязательно появляться но оно будет искаженное это слово на самом деле оно будет просто размножать те ошибки которые появляются на выходе мы это с вами поймем но сейчас по всей видимости мы не успеем с вами это рассмотреть так почему так происходит вот смотрите почему так происходит мы рассмотрели с вами эту теорему а теперь что означает собственно говоря декодирование такого слова при исправлении одной ошибки как работает декодер декодер берет матрицу проверочную и умножает на кодовое слово если ошибок никаких не произошло то по свойству проверочной матрицы умножение проверочной матрицы на кодовое слово всегда дает ноль будут одни нули но если теперь мы к кодовому слову добавили ошибочку ну скажем на первой позиции то есть такое понятие синдром ошибки вот смотрите декодирование берется синдром синдром это означает что мы проверочную матрицу умножаем на транспонированный вектор принятого слова это работа декодера это принятое кодовое слово складывается из того слова которое передавался и вектора ошибки c плюс e где e есть вектор ошибки вектор e мы вставляем единицы там где произошли ошибки для двоичного кода и тогда вот смотрите принятое слово с ошибками это будет переданное слово плюс вектор ошибки вот что записано у нас в этой строчке теперь определим синдром как результат произведения матрицы проверочной на принятое кодовое слово транспондирование это будет проверочная матрица умноженная на сам вектор плюс проверочная матрица на вектор ошибки тогда синдром определяет поскольку первая составляющая ноль по свойствам проверочной матрицы то синдром ошибки есть не что иное как матрица h умноженная на этот самый вектор ошибки вот у нас написано синдром зависит лишь только от ошибок вот мы с вами получаем в качестве примера взяли на первой позиции нашего слова произошла ошибка там будет единица остальные все безошибочные это нули если мы матрицу h проверочную умножим на этот вектор мы получаем первый столбец этой проверочной матрицы 1 1 0 вот он записан то что этот столбец оказался не нулевым есть событие которое называется ошибка обнаружена все не нулевой столбец синдром не есть равный нулю если синдром равен нулю мы пишем ошибка не обнаружена так нас сейчас будут отключать меня слышно еще слышно лишь ошибка Продолжение следует...